Утро от первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвет усколок вылаза. Изопринято, уезжаем. Ну меня и трясет, вы понимаете, я не могу. Потерпите, подержитесь. Я лучше удовольствую. Полицейским управлением по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних дел области поступила информация о том, что одна из жительниц города хранит запрещенные вещества. В ходе операции «Паутина» по подозрению в сбытии наркотиков была задержана жительница Шимкента 1977 года рождения. При обыске полицейские дома у задержанной обнаружили и изъяли спичечный коробок с содержимым наркотическим веществом растительного происхождения, похожим на марихуану. Во время допроса задержанная пояснила, что наркотики приобрела у одного из знакомых. В ходе дальнейших оперативных мероприятий стражи порядка задержали подельника, подозреваемый, 1982 года рождения, жителя города Шимкент. В его доме в ходе обыска были изъяты три спичечных коробка и полиэтиленовый сверток с марихуаной. Изъятое вещество полицейские отправили на судебно-криминалистическую экспертизу, которая вскоре вынесла свое заключение. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, изъятые наркотические вещества являются марихуаной весом более шести грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное изготовление переработкой приобретения наркотических средств. Подозреваемый арестованы». Проводится досудебное расследование. В области началось трехдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Она проходит с 15 по 17 февраля. В ходе усиленного дежурства полицейские проверяют автомашины на наличие у водителей документов. Рейды проходят как на территории Шимкента, так и в районах области. Один из таких рейдов сотрудники полиции провели на контрольно-пропускном пункте Шакпак-Баба. Полицейские останавливали автомашины для проверки документов. Особое внимание уделялось грузовым автомашинам и пассажирскому транспорту. Главная цель проводимого мероприятия – наведение порядка на дорогах республиканского и областного значения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, а также выявление нарушений правил перевозки пассажиров. В ходе только первого дня рейда полицейские выявили свыше трехсот нарушений правил дорожного движения. Среди них зарегистрированы и факты управления автомашиной в нетрезвом состоянии. Только сотрудниками отдельного батальона ДПП оформлено 325 административных протоколов. Семь водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечены к административной ответственности по статье 608 Уголовного кодекса. Автомашины-нарушители водворены на штрафную стоянку. В ходе оперативно-профилактических мероприятий с начала года с пониманием к действиям полицейских стали относиться все больше водителей. По мнению автовладельцев, жесткий контроль на дорогах – один из залогов безопасного движения на автотрассах. Я ехал второй раз с грузом на контрольно-пропускном пункте. Для досмотра меня остановили полицейские. После осмотра машины сотрудники предупредили, чтобы я соблюдал правила дорожного движения. Такие рейды, я считаю, нужны нам для того, чтобы избегать аварий, а значит и для сохранения нашего здоровья и жизни. Рейдовые мероприятия продлятся до 17 февраля включительно.